всем привет и с вами вновь павел николаев и я рад вас приветствовать на нашем канале sargas сегодня будет много зеркал сегодня мы будем разговаривать о зеркальных телевизоров их может быть зеркальные дизайнерские телевизоры встраиваемые телевизоры телевизоры под под размеры под интерьер называть можно по-разному что вообще это такое зеркальный телевизор что это такое за зверь вообще чем его едят пара слов вступления лично я вот зеркальные телевизоры вот пару слов о себе первый телевизор я продал 2010 году через мои руки прошло довольно много производителей это были влагостойки aqua vision west vision это были телевизоры мир армедия зеркальные это телевизоры авил я продавал и на данный момент мы являемся дистрибьютором санкт-петербурге бренда теле-арт это тот бренд такой маленький спойлер это тот бренд который мы выбрали для того чтобы продвигать и украшать интерьеры такими произведениями не повисит это слово искусство так вот что такое вообще зеркальный телевизор и зачем он нужен почему он родился все мы знаем как выглядит обычный телевизор раньше они были такие большие там с электронно-лучевыми трубками сейчас и такие очень плоские матрицы производители борются за то чтобы телевизор был плоский незаметно стене невидный и так далее но когда у вас на стене висит просто телевизор как бы обычный обычный экран пусть даже на нем есть какое-то изображение он все равно он все равно а на себя берет достаточно много внимания то есть обычный тип вот samsung мы когда его выключаем нажимаем на кнопочку получается такой черный прямоугольник но не только самсунг как бы любые бренды исключение составляют всякие дизайнерские бренды крутые которые к зеркальным телевизорам не относятся это типа как вот лёви и либо бенгендоловсон они сами по себе красивы производитель очень много внимания уделяет тому чтобы он был крут он выглядел есть определенные размеры у него он прямо как самостоятельная часть интерьера как может какая-то телевизионно-акустическая система это конечно круто стоят они к ним баснословных денег хотя конечно они не являются недоступными потому что их кто-то покупают и люди которые ценят качество инновации новой технологии и которые не стеснены в денежных средствах они конечно выбирают там бенгендоловсон но это не всегда а вот если в нам нужно телевизор как-то задекорировать так чтобы он ну либо исчез в интерьере растворился или чтобы он никаким образом не выделялся на стене был полностью устроен либо когда он в выключенном состоянии что было непонятно есть телевизор нет телевизора вот это непонятно вот тогда для этого нам нужен зеркальный дизайнерский телевизор вообще где уместно его использовать его и уместно использовать везде где уместно использует например красивое хорошее зеркало или красивое хорошее там черное стекло какая-то там полоса например черная которая которая гармонизирует с общим интерьером вот когда вот такие зеркала в интерьере уместны то тогда вместо них можно поставить зеркальный телевизор который выключен состоянии будет как раз выглядеть как вот такое зеркало большое либо как такое большая например плоскость из черного стекла где можно их использовать то есть там спальня не вопрос холл гостиная кухня например мебель мы встраивали телевизоры и в шкафы и за закрытыми дверцами и в угол как бы и выпал плоскость которая которая осекает угол до какой-то вот деревянной такой конструкции мы это все делали это можно встраивать это можно просто повесить на стену в коммерческих объектах может быть там спа-салон куда-то или в зону ресепшн здорово есть и зеркало и есть небольшой экран который постоянно вещает что-то интересное про новые услуги и или там какая-то реклама отдельно хочу сказать про телевизоры на кухню вот телевизоры для кухни их тоже очень хорошо использовать и они встраиваются они могут быть как например встроены в такой фартук это будет такое зеркало и там у нас какое-то изображение либо они могут встраиваться в места которые предназначены для встраиваемой техники например микроволновка или духовой шкаф вот для этого тоже есть свои модели которые могут просто быть статично закреплены а могут например выезжать на специальных доводчиках вот как это сделано у нас об этом я расскажу попозже чуть-чуть и так зеркальные телевизоры теперь давайте поговорим о конструкции потому что когда мы смотрим на телевизор ну как бы издалека ну так смотрим телевизор и телевизор мы не всегда с первого взгляда можем понять а что там внутри а надежная конструкция а как это все смотрится а насколько яркий будет экран а не будет он например там бликовать а насколько долго будет телевизор это служить а какая гарантия а вообще какие технологии используются кстати хочу сказать вот такую маленькую ремарочку если кто-то ищет дизайнерский телевизор зеркальный вот он нашел телевизор какой-то смотрит первый хороший телевизор дороговато и начинает искать а если что-то подешевле и вы находит зеркальные телевизоры и человек может покупателя можно думать о я тогда вместо вот этого телевизора обычного я куплю зеркальный телевизор может быть он будет такую же стоимость господа чудес не бывает и если законченное решение от завода такого как samsung sony lg или какого-то другого есть этот телевизор стоит там 150 тысяч рублей то найти зеркальный телевизор такого же качества с такими же функциями полностью аналогичным еще и в зеркале но за те же самые 150 тысяч рублей этого не получится никак если какие-то производители предлагают то вы должны понимать что где-то на чем-то произошла экономия то ли на матрицах то ли на тюнерах то ли на каких-то внутренних вот этих вот вещах вот и это значит что законченный телевизор вот такой готовый вы за зеркало не помещен то есть за зеркалом внутри в корпусе вы увидите множество множество соединений клемм очков потому что сборка она произведена в россии ну либо если например какой-то заводской китай о котором я тоже попозже так забегая вперед на заводской китай который может быть очень такого хорошего качества и внешне и и внутри там корпус не разборный но он заводской и я уверен что когда его но есть его разобрать и вскрыть мы увидим качество сборки сравнимая с и европейскими производителями но это качество сборки а вот качество комплектующих сами понимаете будет какое это чтобы сразу отсеять вот эти неоправданные ожидания что можно купить дизайнерский телевизор с теми же самыми функциями как и обычный телевизор современный за ту же цен нет это цена будет всегда выше итак поговорим о конструкции телевизоров конструктивно из чего состоит телевизор телевизор состоит зеркальный у из нескольких компонентов причем есть такие производители которые используют уже готовое решение то есть например готовый телевизор samsung и его помещают в специальную раму на которой закреплена специальное зеркальное обрамление которое с одной стороны полностью отражает все что находится в помещении и все что находится помещение кроме вампиров сами понимаете они нигде не отражаются поэтому вампиры не любят зеркальные телевизоры а вот когда мы включаем из когда мы включаем матрицу то есть когда мы его активируем и у нас появляется изображение то сквозь вот это то сквозь это зеркало свет проходит и мы вместо зеркальной поверхности чистой однотонной видим экран и видим изображение на телевизоре это вот один вариант чуть-чуть вот попозже я вам покажу как это работает как это работает живьем второй вариант есть производители которые закупают все комплектующие естественно пугать телевизор по комплектующим он будет стоить дешевле чем телевизор как бы в сборе говорим о стандартном закупают комплектующие помещают в корпус из какого-то материала там композитного все там соединяют тюнер какой-то усилитель колоночки подключают в эту матрицу все это соединяется приклеивается к стеклу к зеркалу основному и у нас получается единая такая конструкция потому что там стоит пломбочка сорвем пломбы теряем гарантию у нас вроде как бы с одной стороны законченное такое решение вот получилось а другой стороны что внутри конкретно мы не знаем и как-то собрано мы не знаем это вот второй вариант а третий вариант это когда есть законченное решение уже то есть когда мы видим четко телевизор уже там готовы в корпусе там все есть какие-то кнопки управления либо нет кнопок управления и который собран на заводе на заводе в какой стране в китае и при ну как бы китай к ну когда китай качественно заводской вроде как бы и принципе и нормально и может быть и качество хорошее и может быть более менее удобно им пользоваться есть какие-то решения интересные но если хочется именно какого-то совершенства и пользоваться всеми всеми преимуществами смарт-тв или новых технологий то тоже нужно понимать что когда мы берем китайский какой-то телевизор в котором комплектующие неизвестно какие там ноунейм там необычные не распространенные то мы можем попасть на то что мы вот привыкли что телевизор вот умеет вот столько всего да а взяли телевизор который вот внешне похожий да а он оказывается и не умеет и значит десяти процентах что умеет об современный samsung например об этом нужно помнить итак сначала не знаю про хорошее или про такое не очень сейчас я вам покажу есть у нас один телевизор я хочу показать насколько этот телевизор ну то есть как он сделан как он собран понятно что время идет может быть качество изменяется или качество ну качество может улучшаться или ухудшаться это я на данный момент не знаю но принцип именно как со со как создаются такого рода телевизоры я вам сейчас покажу итак сейчас я исчезаю и появляюсь вот здесь вот здесь с этим образцом российской сборки и так вот перед нами образец телевизора мы его закупали как-то для себя для участия в выставках некоторых он небольшого размера понятно здесь матрица стоит не самая не самая яркая но я даже включать не буду мы посмотрим на как бы у нас есть аналогичные другие телеки и так посмотрим вот обратите внимание сейчас я его переворачиваю я его переворачиваю вот обращаем внимание вот он сзади корпус и это сам корпус он на заклепках зак и закреплен к основной это вот внешняя часть корпуса к внутренней части корпуса заклепки мы отсюда уже убрали и сам материал это алюкабонт или что-то похожее на него он достаточно прочный но единственно как бы вот если мы будем нажимать он немножечко играет а это значит что когда в большими пир размеров мы сталкивались с тем что когда большие размеры у телевизоров а крепление оно такое же просто прорези ведь у нас тут множество царапок мы много раз одевали ставили а вот эти прорези они немножечко будут как бы алюкабонт вот так вот оттягивать и ровно идеально по весь телевизор будет сложновато ну и когда прямо огромные-огромные конструкции как-то даже ну волнительно то выдержит или нет это было но вроде пока все выдержало и так здесь мы как видим на задней части у телевизора идут отверстия из которой выходит провода на 6 тут всякие вилочки юсби и ждем а и так далее ну а теперь откроем его открываем вот значит что я говорил здесь мы видим матрицу саму до с платами с питанием с вот это что такое не по вот посмотрите да с питанием о юсби от какой-то зарядки которая бережно приклеена корпусу немножко клеммников немножко немножко каких-то частей для того чтобы матрица матрица была плотно прижата к стеклу здесь ведь есть вот такие вот проставочки из-за мне неизвестного материала вот он с какими такими штучками антенна ну и тут у нас вот клейки монтажные пластины чтоб можно было на 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 хомутиках на пластиковых можно было вот эти провода вот эти кучки проводов при крепи ну как-то скрепить тут у нас вот это вывод звука куда-то должна она пойти очень выпало в общем вот то есть в чем здесь проблема то нет телевизор он работает и наверное там и будет работать но конечно его нельзя сравнить с телевизором который вы мы привыкли покупать в магазинах то есть мы купили в магазине обычный телевизор обычный телевизор мы купили и там у нас идет заводская такая мощная сборка где конечно никакие вот этого ничего вы не увидите в и от этого никуда не уйти то есть если собирается на каком-то в российском сборочном цеху вручную ребятами то конечно мы будем всегда видеть подобные такие штуки вот тут вот как какие то есть еще даже не хочу здесь больше описывать рассказывать вот он вот такой все и на на этом мы закончим закрываю я его обратно сразу обратите внимание здесь у нас но это уже то вот это наше творчество когда на выставках на выставках участвовали здесь наклеены светодиодные ленты для того чтобы сделать такую общую подсветку но принцип он будет такой же вот даже если это не мы будем делать прямо на заводе принципиально это все одно и то же и так закончили убираем его посмотрели мы на вот этот телевизор который осуществляется сборкой где-то на в каком-то цеху у нас где-то в россии он конечно такой компактный он и за счет того что он используется недорогие комплектующие он подешевле ну и в общем то на этом все достоинство заканчивается из-за неочевидных таких вещей это гарантия то есть если мы говорим о гарантии на телевизор то правитель может давать год гарантии иногда может давать три года гарантии тут уже всякие но нужно понимать что гарантия это такая вещь что когда вы этот телевизор она сломается и вы его можете взять и отдать в эту в гарантийную мастерскую а если например какая-то идет проблема там на стыке там стекла вы покрыть это матрицы плотности прилегания матрицы там какие-то артефакты появляются на экране это нужно отправлять производителю а вот чтобы отправить производителю вам необходимо телевизор демонтировать если он маленький ну тогда ничего страшного а если он как вот у нас обычно заказывает там полтора на два метра и например трехметровая такая полоса три минут чуть меньше трех и в этом высоту тоже там полтора либо два метра и это уже такая серьезная конструкция которые должны снимать специалисты потому что это вообще стекло а маленький тюк значит а акафель а а пол или об стену и у нас пойдет по всему зеркалу трещина и кто в этом будет виноват при при демонтаже да уж конечно не производителя тут как раз а демонтировал и нужно это все запаковать опакуются это все здоровые большие деревянные коробки там из фанеры и все это обкладывается пенопластом все это должно быть запаковано в пленку и должно уехать на производство производство находится в другом городе вот пер москва либо это даже до москва до в другом городе в москве до в другом в другом районе этот грузовая компания это риски разгрузки загрузки то есть это прямо целая история то есть гарантийным ремонтом это целая история причем только производитель от по закону защите прав потребителей когда крупногабаритный товар он оплачивает доставку а вот стоимость демонтажа стоимость монтажа после ремонта стоимость упаковки стоимость работы по упаковке стоимость материалов производитель не оплачивает вот это целая проблема я к сожалению как-то столкнулся как раз у меня было единственный случай когда заказчик ну произошел какой-то артефакт на матрице и заказчик он обратился и захотел сделать сделать гарантийный ремонт а вот гарантийный ремонт сделать нормально производитель сам отказался и мы как бы направили чтоб на производство чтоб напрямую это все решалось но к сожалению не получить не получилось до ответа и заказчик он недолго думая значит привлек административный ресурс и пришлось конечно как бы он обратился снова к нам потому что мы продавцы и мы ответственные продавцы мы должны мы должны хоть как то есть как-то на стараться вообще обслуживать даже если производитель не может нам пришлось все дело самостоятельно демонтировать самостоятельно все это упаковывать самостоятельно это все отправлять потом значит получать тестировать снова возникла проблема с матрицей опять отправлять опять получать тестировать опять монтировать то есть вот это вот гарантия как ремонт гарантийного конечно был он был по гарантии но вы все вот эти сопутствующие перетрубации они выходят в нормальную такую серьезную сумму потому что большой телевизор снять поставить там довести до места но это мой это будет стоить на 15 20 и больше тысяч рублей а если кто-то готов взять дешевле ну за это сам телевизор там стоит 300 но то это как бы это странно это значит никакой ответственности вот этот рабочий нести не хочет ли он просто не понимает вот поэтому лично вот мое мнение когда идут телевизоры вот такого плана сборная солянка и всего как-то там внутри собрана вы сами видели эти проводочки которые могут где-то отлететь где-то что-то замкнуть то есть могу может быть какая-то дурацкая ошибка и когда вы и когда телевизор в этом корпусе в едином собран заклепан и там еще с пловом безгарантийными его нужно отправлять и вот эти нести сопутствующие расходы вопроса гарантии то есть стоимость ремонта она вообще ничтожная а вот стоимость вот этих вот пересылок отсылок упаковок снять поставить риск она реально большая поэтому при выборе этих моделей нужно об этом бы как бы знать и необходимо производителю всегда задавать вопрос и вообще требовать чтобы в пункте договора стояла а что будет в случае если потребуется ремонт например да а кто будет это делать конкретно не просто там да кто-то там будет нет нет а именно конкретно а как будет происходить эта процедура нужно быть во всеоружии значит закончим и к этому возвращаться уже больше к разбору не будем второй способ который мне лично нравится больше и я его понимаю он логичный то есть сначала мне казалось что но это как-то избыточная как бы стоимость будет но со временем я понял что это реально оптимально это когда мы берем цельный готовый телевизор например ну вот я примеру samsung ну и вообще как бы используется обычно samsung и потому что матрица у них обладает избыточной яркостью современные модели это уже нас кулет на квантовых точках идут плюс сборка идет заводская полностью механизированы там уже конечно вот эти клеммников скотч локов какой-то изоленты вы не увидите наклеены это это так она есть вот и гарантия несет мировой производитель samsung у которой может подключиться удаленно к служба поддержки это уже было не раз не вам не нужно то есть если какая-то проблема с самим телевизором с это внутренней частью вам не нужно его сразу там снимать и куда-то нести потому что это все удаленно решается может быть обновляется прошивка может быть обновляется какая-то микропрограмма может быть там поддержка она заходит какие-то глубокие настройки в общем можно большинство проблем решаются удаленно плюс сам процент брака у у современных телевизоров до из достойных производителей он вообще низкий этого это вот действительно реально очень мало опять же потому что сборка она идет она она автоматизирована вот а далее то есть есть сам телевизор это значит что все привычные функции которые доступны у современных телевизоров вам тоже будут доступны это все это и smart tv и голосовое управление и куча разных сервисов то есть все 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 плюс это бренд вы знаете что внутри у вас там бренд находится конкретный и далее идет обрамление и вот это вот обрамление она обычно может быть зеркальная может быть там с различными оттенками может быть может быть например из черного стекла может быть это например зеркало в багете то есть различные виды обрамлений и вот это вот обрамление оно крепится к специальной мощной алюминиевой или даже даже стальной монтажной раме телевизор к этой раме жестко закрепляется центрируется так чтобы изображение вот четко как бы входило в ту область которая нам нужна и это уже конструкция монтируется на стену гарантия на телевизор никуда не девается от производителя потому что в его конструкцию ничего нового не внесено само зеркало оно само вот зеркало его и вот это зеркало и вот эта декоративная часть она тоже съемная если вдруг потребуется да какие произвести какие-то манипуляции с демонтажом с монтажом с отправкой то вот такого рода телевизора они гораздо проще к этому гораздо проще к этому относятся то есть менее требовательны ну плюс опять же повторюсь можно много вещей решить удаленно что касается еще брака то когда телевизор создается ну то есть происходит как создание телевизора закупается в официальном магазине samsung закупается телевизор именно который будет основа и дальше уже насаживается уже это все он уже декорируется насаживаться это обрамление так вот когда телевизор купили его установили его обязательно на производстве тестируют а на каком производстве кстати не говорил ты так это так работает компания teleart teleart компания которую я вот глубоко уважаю это люди перфекционисты уже с ними более двух лет мы работаем очень плотно не у меня лично никаких вот нареканий нет никаких претензий нет и всегда все на высшем уровне от качества изготовления до качества от качества изготовления до качества сервиса так вот когда мы телевизор такая маленькая бесплатная реклама но мы не бесплатно мы их дилеры в санкт-петербурге поэтому мы мы его как и распространяем и только к ту продукцию которая которая не вызывает головной боли потом у наших покупателей и вот и у нас нужно головная боль продавца это падение продаж будущем вот головная боль покупателя это тоже действенно головной боли продавца вот мы конечно против этого так вот когда происходит как раз монтаж происходит тестирование он работает и какие-то мелкие дефекты которые на самом начале вот они проявляются все мы знаем что у всякой электронной техники если сразу техника работает то она и будет скорее всего будет работать долго если какой-то есть дефект дефект управляются сразу то получается такой дополнительный отсев тех тех к этого процента бракованных телевизоров которые там может быть им который есть в общем-то у всех вот поэтому такого рода конструкция где используется уже внутри готовый законченный телевизор мне кажется наиболее оптимальный есть еще третий вообще вид телевизоров третье как бы конструкция это когда используются телевизоры не там samsung sony lg вот каких-то мировых производителей а когда телевизор он тоже уже прямо в корпусе это прямо тоже полностью законченное решение но который производится вот в россии таких телевизоров не то в китае есть эта компания avil бренд avil вот бренд avil это такой пример добротного китайского производителя добротные телевизоры которые приемлемо показывают у которых есть свои неоспоримые достоинства ну конечно же и минусы тоже есть но которые вот тоже не страшно принципе использовать хотя у них есть маленькие такие баги маленькие такие нюансики такие там smart tv например не очень там чтобы там с флешки запустить я вот попозже покажу чтобы запустить какой-то видосик это нужно производить но достаточно как бы больше манипуляции чем если мы будем использовать ну там телевизор этом тот же самый samsung вот это такая вкратце там конечно вот внутри корпуса вы конечно такого беспредела не найдете там я там уверен там все как бы там автоматизировано там плата там никаких клеммиков никакой изоленты скотч-локов и суперклея но вот там конечно не будет и не находится еще пару слов о матрице который используется там у матриц есть много разных характеристик это ее яркость и чистота и чистота развертки и цветопередача то есть куча куча таких вот нюансиков если мы говорим про матрицу там какого-то бренда известно то мы знаем что скорее всего что те характеристики которые заявлены этим мировым брендом они и поддерживаются а вот если мы не знаем какая матрица находится то есть она какая-то но не внутри то мы и характеристика ее особенно не знаем и мы не понимаем что это такое а вот во многих во многих производителей какая матрица они не говорят просто вот не говорят и все потому что это все из комплектующих сделано вот матрица есть есть менюшечка вот пожалуйста вы хотели зеркальный телевизор вот вы получили а какие его свойства потребительские это все такое внизу как бы в глубине под красиво под красивый или такой до средней красивой оберткой опять же говорю о том что классно когда мы можем использовать уже законченные решения известное с известными понятными характеристиками которые отслеживаются мировым значит сообществом да я как раз samsung sony и и и так далее вот это мы про матрицы поговорили теперь давайте поговорим о зеркалах то есть основное достоинство телевизора основного дизайнерского это как раз вот это обрамление это декорирование это как вот эта зеркальная часть потому что собрать и подключить комплектующие ну 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 что это всегда будет хуже чем чем заводское а вот как сделать декор красивый в этом уже и как делать декор как закрепить телевизор как придумать конструкцию крепления чтобы она была надежная чтобы она долго служила была обслуживаемая это реально проблема это реально задача которую необходимо производить и выполнить и сейчас более подробно про зеркала у нас вот здесь вот тут вот видите много разных зеркал это как раз зеркала в французские вот это не какой-то там триплекс они какой-то там местный это специальные зеркала для использования с матрицами чтобы сделать телевизор зеркальный это нам предоставил производитель teleart очень на благосклонно и на примере их я покажу и так они вообще бывают разных оттенков я сейчас и поближе еще покажу а я сейчас прямо подойду для того чтобы показать вблизи у меня в руках вот зеркало вот это зеркало стекло ведь она достаточно тоненькая этот светок графитовый оттенок такой темный благородный цвет вот еще здесь немножко будет видны пальцы но образцы тут ничего мы их протираем протираем конечно зеркальные телевизор они требуют ухода вот например еще такое зеркало ведь уже с таким декором я поближе чуть чуть позже в ролике покажу как с этим декором смотрится телевизор вот он вот например черное стекло очень популярно черное полностью стекло и кстати изображение будет очень очень неплохо будет видно очень как бы очень хорошо хорошо будет видно сквозь вот такое черное стекло ну образцов у нас достаточно много плюс посмотрите еще такой такой вариантик что опять же teleart для того чтобы как-то задекорировать края у зеркала вот в данном случае сделала такая латунное обрамление но она может быть не только латунным она может быть черным или хромированным все для того чтобы вот это зеркало очень хорошо попало в интерьер и так как же работает изображение как же вообще вот как же вот это вот магия то происходит когда у нас зеркало когда у нас зеркало зеркало потом браса там уже экран и так немножко протирать еще вот посмотрите с обратной стороны у нас идет покрытие и с обратной стороны мы видим вот такой окошко это специально чтобы можно было показать посмотрите на просвет вот сейчас так как сзади нет никакого пространства так как за день никого пространства мы видим все что происходит за стеклом но стоит нам взять экран вот у меня есть экран моего телефона я его отключу я его прислоняю сейчас режим кармане вот он появляется вот он исчезает вот у нас так экранчик это на в этом варианте ну или какой-нибудь другой сейчас покажу вот это у нас магическое стекло называется вот смотрите тоже все это видно прислонили прислонили у нас исчезло включили включили экран все у нас все появилось вот так вот такой вот принцип поэтому вот это вот мелко вот эта тонировочка она очень важна плюс у зеркала очень важно чтобы на нем было не чтобы на нем не было каких-то там артефактов и очень важно чтобы если есть какой-то еще и декор дополнительный чтобы он идеально был посажен на основной лист то есть чтобы зазорчики были одинаковые или их не было вообще чтобы видите здесь фацет очень красивый сделаны скосы все для того чтобы это было именно украшением чтобы это был прямо такой бриллиантик у вас в интерьере зеркала зеркала должны быть идеальные потому что мы в первую очередь когда вот в интерьере видим как-то зеркало это телевизор до зеркальный то мы не должны видеть что там какие-то обгрызанные края какие-то точки какие-то но какая тут это муть какие-то потерцы их не должно быть при покупке нужно обязательно на это внимание обращать вот эти зеркала что здесь пристально вот эти вот стекла и когда к нам приходит с производства телер телевизоры они все идеально как бы сделаны все проверено понятно маленькая точечка там в размером там с там с иголочку где-то как то она может получиться может быть но я у других производителей не хочу сейчас топить вы так если столкнетесь будете знать на мой вопрос а почему появляется вот такое количество его черных точек по всему вот зеркалу мне высылают высылали госты о листового листовых зеркалах наши какие-то советские еще не допускается количество точек любое что это может полный фарш вообще полный трэш и доказать вообще ничего нельзя потому что телевизор все-таки зеркальный это не просто какая-то утилитарная вещь если хочется посмотреть как бы телек можно как бы купить просто где-то вот телевизор и повесить или вообще может телефона все посмотреть или там послушать но когда хочется чтобы это было как предмет интерьера то это уже предмет как бы роскоши это если к нечто больше чем просто телевизор он должен и в выключенном состоянии украшать это все быть как бы приятным красивым хорошим если вы зеркало даже обычное повесить и она будет каких-то точках вам-то не понравится вы пойдете за не сдадите его назад вот я сталкивался с этим и сейчас слава богу уже не сталкиваюсь вообще вот с такими проблемами но раньше это была просто головная боль это вот 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 так по-другому и не скажешь поэтому а почему еще говорю российские производства зеркал стекла триплекса она не заточена под индивидуальную работу чтобы кто-то сделал что-то индивидуальные красивые надо над ним вот стоять вот прямо стоять с с плеткой и и смотреть чтобы не было вот чтобы ну что все было идеально чтобы не было каких-то вот там проблем какого-то наплевательского отношения то есть нужен очень сильный контроль и воля если контроля воли нет то-то-то вот из зеркала ну то и зеркало она будет не радовать а будет только значит вызывать такое сожаление потраченные деньгах опять же вот такие зеркала их и проще обрабатывать а если мы говорим о триплексе или о чем-то таком вот из-за местного производства это все это все ну как бы это не то что кот мешки но это лотерея но это как бы это из излишнее время на контроль и на вот это вот бадание с производителя это в мой личный опыт опять же говорю про зеркала вот это вот ну как бы зеркало она может быть можно и может быть с подсветкой там по периметру внутри могут быть встроены светодиодные ленты для того чтобы обеспечить подсветку лица может быть какое-то обрамление тоже сейчас я вот про пройдемся по шуруме я вам по шуруму я все покажу может быть какое-то интересное обрамление какой-то интересный рисунок фацеты это может быть вот такое вот зеркало и обрамлено в латунной такой каймой очень кайфовая латунная каемочка прямо прямо такая классная мелочь но приятно кто еще так делает ну мало кто то есть опять же сделать типа можно но когда когда производство телевизора начинается с каких-то исследований а как же нам сделать кайму ой а как сделать фасет ой а где найти хорошее стекло то есть так вот многие пытались на моей на моей памяти многие пытались войти на в этот рынок но все поломались свои зубы о острые и прочные стекла и о вот такие проблемы потому что опыт когда уже много-много объектов сделано когда уже много решений когда прямо кейс этих решений есть он позволяет быстро и четко и самое главное аккуратно и красиво реализовать любую вообще идею дизайнерскую любую концепцию качественно причем вот на это тоже нужен на обработку и на все вот эти возможности тоже нужно обратить внимание еще один момент о котором я забыл упомянуть в чем разница между какими-то стандартными моделями и моделями изготавливаемый на заказ если у стандартной модель мы говорим например о ну вот там об авил до китайская компания там есть только стандартные модели то есть если есть телевизор там 32 дюйма вот он будет его зеркало и весь его корпус будет иметь только такие размеры есть телевизор там 65 дюймов тоже только стандартные размеры а у производителей вот вроде teleart до который именно на заказ изготавливают это оборонение зеркальное мы понятно матрица размеру не будут стандартные до из модельного ряда samsung а вот уже размер зеркала его форма может быть любой поэтому и такой телевизор можно под надо вписать там например надо умывальником до над раковиной пожалуйста смотрим размер какой будет красивый делаем зеркало такого размера а экран мы можем сместить куда угодно либо большой сделать либо поменьше то есть можно сделать абсолютно любой и когда в выключенном состоянии нас получается закончено интерьерное решение его включенном тоже закончено интерьерное решение вот это очень интересно никаких там лишних пропусков никаких лишних каких-то декоративных деталей которые отдельно там стоящих их нет вот так в этом как раз и разница но это конечно тоже вот именно стоит денег поэтому телевизор который на заказ он всегда зеркальный он всегда будет стоить выше чем стандарт и это нормально но это же касается и всего там и мебели и столов и там шкафов и так далее можно в икее купить вот там стандарт и все а можно заказать на производстве где вам по размеру все сделают как надо то есть здесь абсолютно аналогично все так едем дальше немножечко про то сейчас расскажу о том как их можно монтировать и телевизор монтировать телевизор можно навесным способом то есть телевизор это у нас такая коробочка прямоугольник глубина у него порядка 10 сантиметров может быть и этот телевизор он может просто быть навешан на стену на там пару саморезов или таких-то более мощных болтов он просто вешается и все и где-то там за телевизором предусматривается розеточный блок и далее мы его к этому разветочном блоку подключаем и все нас проводов нет ничего нет он там подключен к интернету к вай-фаю там каким-то всем сервисом стриминговым и звук в этом случае используется родной то есть можно использовать родной звук он бы есть специальная прорезь по в телевизоре вот в это под зеркалом в раме откуда уже у нас и исходит звук но это какой стандартный вообще звук телевизионный другой вариант когда мы но не хотим чтобы телевизор он у нас от стены отстоял мы хотим на стене видеть ну максимум вот это вот зеркало вот этого тоненькая которая просто вот как будто бы ощущение но приклеенных стене все ничего там нет вот это уже называется встроенный монтаж встраиваемый телевизор и если такой встраиваемый телевизор установить то тогда возникнет вопрос а как же выводить звук и вот вывод звука у дизайнерских телевизоров он может быть реализован несколькими способами один способ это использовать импульсные колонки авил китайский производитель он везде использует изначально у себя в стандартной конструкции импульсные колонки это колоночки которые подключаются к стеклу внешнему такие вот такие пятачки и за счет вибраций и за счет вибраций они стекло вибрирует они выдают импульс и стекло вибрирует и мы уже слышим звук который исходит от стекла прикольное решение но звук может быть тихий понятно там идет обилие высоких средних частот низких частот там нет ну как бы он такой когда мы делаем телевизор теперь на кухне где-то вот встроенный в мебель или мы когда монтируем в нишу влагозащитный телевизор в в ванной там во влажном помещении то то такой звук он может быть и приемлемый и не надо то есть если мы там выбрали там авил нас достают нас устраивает его стандартные размеры все мы его установили и этот импульсные колонки они вибрируют играет и вроде как нормально так чисто посмотреть изображение послушать новости ютюбчик там по это по значит по серфе ютюбчики это вполне нормально но если мы хотим поставить в гостиной или мы хотим какую-то композицию сделать в зоне домашнего кинотеатра где есть хорошая ку где ну где нужна хороший звук хорошая акустика то нам требуется подключить на телевизор ко внешним колонкам вот здесь у меня лежит колоночка вот это вот ну типичная встраиваемая колонка она встраивается в потолок и от нее идут акустические провода и акустические провода должны подойти к усилителю который как раз будет получать звук с телевизора по hdmi каналу либо там по оптике либо еще как-то какие-то варианты у нас всегда всегда появляется новое и тогда уже звук у нас хорош то есть можно и колоночку выбрать хорошую они там есть прям и хорошие очень хорошие но зависит конечно цены от бренда и и можно вот как раз настроить звук чтобы это был прям полноценный домашний кинотеатр ну или просто полноценно стереосистема хорошая плюс еще таких внешних усилителей в том что в основном они обладают подключением к всяким сервисам стриминговым это и этой ну подключение там и airplay и bluetooth и там spotify и дизер все вот эти сервисы в них уже прописаны и вы можете при выключенном телевизоре слушать музыку это тоже здорово то есть у вас вроде как бы зеркало телевизора нет а есть хороший звук а когда вы включаете телевизор у вас раз звук уже с телевизор идет на эти колонки класс второй вариант это можно использовать выносные активные колонки вот здесь у меня колоночка классная колонка от канадского бренда blue sound это вообще как бы колонка унику мне на очень нравится раньше я делал обзор на систему audi multi-room и как раз про эту колонку много рассказывал про эту систему рассказывал может немного чтобы представление иметь достаточно и вот такая колоночки их можно на специальном крепеже повесить на стены или на мебель или просто даже поставить около телека и сам телевизор а у всех телевизоров есть опять же hdmi но у современных и оптический вывод подключить по оптике к этой колонке и все и тогда у нас и есть аудио мультирум привычном телевизоре вы будете слушать и наслаждаться звуком там high resolution и у вас есть возможность то есть когда вы включаете телевизор сигнал пойдет на колонку и вы будете слушать очень качественный звук уже с телевизора вот такая стереосистема будет стереосистема стереосистема пару слов про блюса почему еще не классный у них есть у блюсаунда есть еще и можно и тыловые колонки такие поставить объединить вообще в зону кинотеатра и можно поставить еще сабвуфер он тоже беспроводной 220 вольт розетку воткнули поставили где-то в уголке и вот у вас уже звук на пертом 21 если две колонки любитом 41 это уже реально круто это здорово вот так очень уникальная вещь умная колонка причем комплектующие железо вот на уровне ну ладно это я так то что мне нравится я не могу похвалить вот и вот никак не могу не похвалить это вот подключение поэтому когда вы собираетесь сделать телевизор то есть для того чтобы еще кстати этот телевизор встроить нужна ниша и ниша нужно делать мы выдаем сами размеры они же нишу нужно делать глубиной закладывать ну как бы не меньше 10 сантиметров чтобы можно было провода там спрятать что было какое-то охлаждение чтобы было пространство это всегда хорошо и когда кроме этой ниши нужно предусмотреть так 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 а что у нас есть у нас колоночки будут встраиваемые на потолке нужно предусмотреть а куда мы поставим усилитель вот все усилители они хотя бывает как бы разные и достаточно компактные но тем не менее место не занимает ну либо куда мы будем куда мы будем размещать вот эти внешние колонки ну и опять же в процессе ремонта заложить провода вывести провода и кабели чтобы все это подключение реализовалась вам об этом мы можете самостоятельно об этом подумать а можете просто там нам сказать писать запрос вот я собираюсь делать телевизор вот пожалуйста куда какие провода и мы вам все подскажем нарисуем разрисуем вообще все сделаем как надо чтобы не было потом мучительно больно за потерянное время деньги и за вот эти вот чтобы из-за этот лишний демонтаж монтаж каких там панелей знаете бывает в камне делают каменную стену и все надо просто заранее чуть-чуть как вот это к дизайнерам дизайнерам посыл заранее смотрите у вас такой зеркал где-то в ванной смотрите ли ты смотрите что вот хорошо у вас там встает зеркальный телевизор в гостиной не забудьте сразу там отправьте и мы заложим какие нужны выводы под телевизор и какие нужны выводы под кабели и сразу мы запланируем где будет этот усилитель стоять если он нужен это вот про конструкцию есть еще один вид конструкции это у нас конструкция когда заподлицо идет телевизор вот когда заподлицо это значит что у нас уже даже вот это вот зеркало она вот этого стеклышко на кусок миллиметра три наверное да вот это стеклышко она тоже не торчит а утоплена вровень со стеной вот так вот не вот так а вровень и вот когда вровень это тоже смотрится очень круто но здесь уже надо обращать внимание на то а как сделано вот это вот обрамление как хорошо ровно по прямым углом идеально идеально должно быть обработано вот это ниши края вот этой ниши гипрок это камень или еще что-то и плюс конечно же всегда будет какой-то минимальный технологический зазор между зеркалом и стеной и краем ниши потому что если зазора нет то как бы замонтировать зеркало и так иди идеально вообще его ну очень сложно это очень сложно очень сложно то есть вопрос к строителям прямо здесь вот будет стоять такой остро ну и для того чтобы как защитить края еще раз покажу можно сделать вот как утилер делают это такое вот обрамление из металлического профиля алюминиевый профиль они от разных цветов могут быть но это тоже смотрится очень благородно и здорово там просто в латуни ли там черное с черным . вас смотрится это было черное стекло а вот это вот латунь вот это ой вот это вот латунь это как раз вот это вот латунная часть она к она все края зеркала защищает и ну и декорирует вот это вот щель между краем ниши и самим зеркал мне нравится это кстати новиночка это только совсем недавно появилась что было такое законченное решение раньше приходил что-то до кого-то перекладывать или вообще раньше вот этого не было это вот это но это это новинка это новая тема хорошо когда производитель развивается это вообще теоретическую часть я рассказал сейчас буквально пару слов о том как вообще заказывается телевизор какой порядок работы с зеркальными телевизорами с монтажом заказом и далее мы пройдемся по нашему шоуруму и вот все что я вот здесь рассказал я вам живую наглядно покажу как все работает как заказывать телевизор когда у вас уже все сделано ремонт ниша будет например сделано это или место уже предусмотрено по телек то нам нужно просто понимать какой будет размер именно границу если у телевизора матрицы размер 65 дюймов то и то зеркало не может быть 65 дюймов она всегда должно чуть чуть больше потому что зеркало прикрывает как раз эту монтажную раму прикрывает все у технологические края экрана и она вот от краев экрана будет отстопать где-то сантиметр на 45 как минимум или больше это желательно и вот в и мы тогда делаем схему указываем какие должны быть подводы к подвод питания какие кабели если там требуется внешняя акустика то мы указываем какие провода куда если требуется усилитель и мы указываем какие провода куда то есть делаем ну такую схемку такую предварительную документацию по которой электрики там ли вы сможете проверить на объекте все ли у вас сделано все ли готово чтобы телевизор смонтировать а вот если например телевизор у вас вы планируете его в нишу встраиваемый и знаете что там встраиваемый то здесь на самом этапе вообще дизайн проекта вышлите нам это дизайн проект мы это все просто его проработаем замерим сделаем предложение и вы будете понимать и стоимость уже сразу и будете понимать какую нишу делать какие провода все это заранее можно вывести и вы потом ну как бы пройдет время до в ремонт это вообще такая дорогостоящая история но бывает что на все денег не хватает до представить так вот бывает на все денег не хватает вот не у всех конечно вот но у большинства то не хватает сразу то когда у вас уже все это сделано когда уже все замерено когда все по нашим схему у вас вот все обработано там и ниши провода проложены это небольшие деньги то процесс заказа телевизора он упрощается вам уже потом только нужно вызвать замерщика чтобы он еще раз все проверил сделает заказ а так как провода все есть мы это подключили и у вас уже все работает все четко стоит вот это так это вот такой порядок заказа зеркальных телевизоров срок изготовления обычно идет ну надо бывает за месяц можно успеть а бывает сам за полтора два но надо рассчитывать где-то на полтора два месяца вот так чтобы какой-то запас ну и монтировать телевизор надо уже после всех пыльных строительных работ можно мы его смонтируем он будет такой красивый нарядный красавчик висеть а там еще кто-то шпаклюет кто-то делает потолок где-то режут плитку это пыль она летает 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 в воздухе оседает царапать стекло никому это не надо даже если его встречам заклеить за пленочка все равно что туда попадет поэтому грязные работы заканчиваются и монтируем уже красивый лекального красавчика ну что ж давайте пройдемся по шурума и все о том о чем я вам рассказывал я сейчас прямо на практике докажу погнали ну вот все о чем я рассказывал в теоретической части в начале сейчас буду показывать обращаем внимание у нас в шоуруме висит вот этот красавец и побоюсь этого слова красивый наверное чаще всего употреблял в этом нашем ролике это производители от 65 дюймов телевизор внутри установлен samsung кулет с матрицы нас квантовых точках здесь у нас вот в этой зоне очень много света разные светильники подсветки и так далее поэтому конечно изображение немножко бликует плюс она повешена телевизор повешен чуть выше чем обычно у нас вот надо над крестами для одну для домашнего кинотеатра зеркалий телевизор конечно всегда небольшие блики будут но и у обычного телевизора если у него огромное количество если вокруг там вы есть источники света они тоже будут отражаться тут никуда не делаешь от поверхности а тут все-таки стекло хоть и тоненькое хоть и прозрачное хоть и высококачественно все равно на этом стекле есть блики но все будет меняться когда мы свет но немного притушим сейчас я включу режим у нас тут мастеров я отключу все дополнительные источники света но оставлю только софита для подсветки мы именно для съемки попрошу алекс алекса тенал сын мастеров окей она сказала да все у нас гаснет 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 посмотрите как все поменялось экран стал ярче то есть просмотр телевизора он обычно происходит такой слегка затемненном помещении до без запрямых источников света стоит обратить внимание что когда мы размещаем телевизор бой я включил звук это кстати звук идет родной телевизор а тут внизу есть вот прорезь вот он как раз и оттуда уже уходит родной звук и телевизор вот это это накладной монтаж выключу зуб что мешал так вот чтобы не было бликов нужно стараться в зоне телевизора размещать светильники так чтобы обеспечить комфортный режим как комфортный сценарий для просмотра кино для просмотра там каких-то программ передач в чем он будет заключаться в том чтобы чтобы светильники которые расположены где-то вот по периметру не в прямой видимости именно телевизора они давали какое-то общее освещение а вот светильники которые там люстры например или этом споты которые находятся как раз на линии просмотра чтобы они были отключены чтобы они не бликовали это это касается не только зеркальных телевизоров а и всех вы мы всегда кстати проконсультирую только задайте вопрос как лучше распределить светильники ну и вообще мы делаем хорошие светотехнические расчеты на такой авто автоп о них я расскажу в другом ролике вот он телевизор уже у нас стало здесь гораздо лучше гораздо веселее сочное изображение он 4k то есть вообще как надо давайте посмотрим поближе на его отделку отделка обратите внимание эта модель даймонд фрейм обратите внимание что по периметру зеркала у нас идут вот такие прямоугольнички с фацетами посмотрите как классно не будет обратить внимание какая идеальное прилегание вот этих вот сегментов какое идеальное прилегание сегментов к поверхности и стекла которые прикрывают экран вот это здорово давайте посмотрим на него сбоку обратите внимание как устроена его боковина утиляр то вот эта часть боковая она тоже в зеркале это глубина она тоже в зеркале то есть с это телевизор он является самодостаточным и его повесили даже если он на какой-то большой плоскости даже если сбоку на него можно заглянуть он везде практически идеален он везде практически совершенен нет никакого люка бонда нет никакой покраски нет никаких то технологических лет корпусов вот это хорошее качество это отличное отношение к работе и к созданию таких вот классных предметов интерьера посмотрели пойдемте дальше вот еще у нас один яркий пример изделия от теле арта это телевизор у которого уже немножечко другое обрамление она только более линейная он не такой нет он не так вызывающе ведет себя в интерьере то есть там для таких ярких интерьеров тут мы рассмотрели для акценты а это более такой спокойный тоже обратите внимание он у нас тоже является накладной но если бы он был настраиваемый то нам пришлось бы разместить где-то ресивер то естественно первых захотели бы домашний театр то вот такого плана ресивер нужно было бы где-то разместить какая-то полочка какая-то стойка например для аудио-видеотехники и уже мы смогли бы подключить туда колонки как и показывал по акустическим проводам ну а сам телевизор будет соединяться с ресивером по HDMI кабель давайте еще раз подойдем поближе и посмотрим как раз вот на эти края посмотрим на эти края на обрамление обратите внимание те же фацеты вот они вот эти вот фацеты скосы опять же идеальная проклейка вот наклеены вот эти стекла зеркала все очень хорошо стык стык углы ровные посмотрите сбоку сбоку мы сбоку мы видим тоже боковину которая зеркальная то есть этот телевизор он тоже мы его повесили и он целиковая зеркальная конструкция без каких-то артефактов без каких-то технических зазоров без идти технически этот корпус и рама она не видно вот это очень здорово вот так едем дальше так вот обратите внимание это вот как раз такой маска в телевизор для кухни если у нас есть в кухне в полках какой-то там ниша опять же повторюсь для кухонной техники то можно разбить такой телевизор нам сделали вот этот шкаф на заказ мы отдали размеры телевизора и нам его сюда встроили обратите внимание он тоже очень четенько входит входит вписался в мебель примыкание тоже ровное но это уже дело производителя это уже дело производителя как раз мебели а то так как это заводской вариант то у него все размеры они как вот запланированы по схеме так они и выдерживаются послушаем как он звучит то есть вот он как раз с непосными колонками то есть вот это вот поверхность стекла она как раз и излучает звук давайте я включу лучше чем я ну вообще-то да видите между прочим и когти на ногах лора это ген дошел до 70 процентов еще есть запас мощности принципе нормальный звучит голос все заботиться вот она использует передние когти для охоты а задние для защиты вот я убавил то есть слушать какие-то передачи текстовые там просто голос это вполне нормально но музыку конечно не очень такое кинцо и какой-то может тоже опять же тип канатчик так вот послушать интервью с кем-то вполне нормально ну для кухни зачастую большего не надо в чем его прикол обратите внимание у него есть что вообще хорошего у него есть вот здесь вот прямо на лицевой панели кнопочки для управления звуком вот они я его выключил я его выключил но вот опять когда его включил кстати вот такой вот пульт ну как бы пульт и пульт честно говоря вот вы понимаете что я говорю вот для того чтобы нам запустить у нее нет смарт это нам нужно сюда какой-то еще медиапроигрыватель вставить там у нас сейчас подключен жесткий диск с фильмами но для того чтобы запустить кинцо нам нужно сделать несколько операций то есть мы должны выбрать видео выбрать этот диск выбрать тот фильм который мы хотим посмотреть посмотреть гран будешь будущего включим вот он и нажать на кнопочку play играть вот он оп так ну все и вот он пошел понемножечку он пошел понемножечку играть все-таки манипуляции немножечко вот это меню оно слегка отлично того кому к чему мы привыкли там к самсунгу к sony или другим кинопроизводителям есть такой минус ну хватит про эти минусы давайте про плюсы у этого телевизора есть хромированная ручка которую мы за которую мы тянем и он у нас поднимается сам телевизор тонкий видите какое место не занимает а за ним вот это целый ящик ну мы у нас шоуруми сюда спрятали там кассу аппарат и все отличный глаз и с другой стороны все на виду ну это и прикольно вау-эффект тут же обратите внимание тут же у нас располагается розеточка на это вимур естественно с розетками на одномодульными без заземления то есть мы в 4 модульную рамочку 4 розетки разместили это очень компактно и сюда у нас поместились все плоские вилки и для питания кассы и для питания квалинга и для питания телевизора ну и еще вот один есть для приставки ми мы сделаем классно мне вот очень нравится доводчики доводчики они идут вот такого типа в данном случае здесь у нас используется фрилифт но можно блю можно вот подобные они как бы разные могут быть почему и как крепить у этого телевизора у авела уже изначально предусмотрены специальные посадочные места для крепежей вот давайте чуть-чуть поближе посмотрим обратите внимание вот здесь располагаются крепежи посадочные места для того чтобы закрепить доводчик подобного рода ну либо какой-то другой это неоспоримое конкурентное преимущество у телевизоров авел для кухни они вот всем этим снабжены у него есть выводы под HDMI под питание USB вход ну как бы такой стандартный набор ничего особенного то есть это не конечно это будет не самсунг но свою функцию он выполняет закроем закрываем тоже это у нас фрилифт оп и мягенько он вошел красота ничего вообще не поделаешь очень здорово вообще прекрасно в общем мне нравится давайте посмотрим еще на один авел я сейчас возьму пульт и мы перейдем прошу вас вот у нас есть телевизор авел он уже не встраиваемый это ну то есть он уже не для кухни это влагозащитный зеркальный телевизор стандартного размера он 4К но у него опять же все те же все тоже меню которое которое заставляет нас при просмотре какого-то кино ну смарт здесь нету при просмотре какого-то для просмотра какого-то фильма нам необходимо будет зайти в в меню сейчас я тут запущу а вот звук тоже в принципе достаточно вы видите блики блики потому что все таки изображение не такое яркое запасы яркости тут немного сейчас я сейчас я на паузу поставлю нужно еще попасть точно вот в эту в зелененькую кнопочку инфракрасным излучателем сейчас я выключу здесь весь остальной свете для того чтобы мы посмотрели это ну в таком как бы в слегка затемненном варианте так сейчас я выключаю закрываю у нас кстати как я выключаю посмотрите шуруми касамби и мы заказали и приобрели новые устройства для управления шторами вместе с касамби я сейчас закрываю вход саргас и у нас медленно опускается ролета ну и сейчас запущу сценарий выключить все вот выключить все вот вот все у нас отключилось посмотрите ну в принципе изображение ну как-то более-менее ну хорошее тут в полумраке вполне нормально оно смотрится сейчас я убавлю звук то есть ну как бы четко все на уровне то есть вполне нормально если вам достаточно вот этого размера и если вам не требуется какие-то индивидуальные размеры вот зеркала то такой телевизор тоже такой ну приятный выбор для ванной ванной у нас всегда можно сделать недостаток света там окна лишние свет вернее из окон лишний не попадает поэтому можно вот спокойненько и лежать в ванной расслабляться и смотреть на и смотреть на вот так вот ну что погнали дальше здесь у нас как пример телевизора который опять же накладного монтажа по периметру сделана подсветка это один из тоже наш старых образцов от компании Мир Армения вот оно здесь висит изображение на самом деле есть оно конечно блеклое сейчас мы его сейчас мы его активизируем ого все я его активизирую и запускаю видите тут нужно не специально тут нужно попасть точно в ту зону где стоит инфракрасный приемник это сам тут тут самсунг конечно конечно стоит вот здесь стоит самсунг и здесь мы запускаем видосик а ну да ну здесь вот проектики идут разные звук местный звук местный тоже он идет из он идет который здесь из боковых прорезей но так как внутри телевизор собран сейчас я звук уберу но так как телевизор внутри собран из различных запчастей усилители все звук и этот корпус он конечно выдает звук как будто он слегка из бочки не очень приятно слышать но если использовать внешние какие-то колоночки то будет все вполне нормально здесь кстати вот этот наш ручек это то что мы сейчас делаем для светильников доксис для профессионального света тут у нас ну как бы доксис пролив не остальные вот обязательно приходите так вот он такой что у него интересного у этого телевизора у этого телевизора есть по периметру подсветка более того эта подсветка она разноцветная то есть мы можем сделать так чтобы нам было ну как бы приятно смотреть ну или просто это зеркало как-то украшало вписывалось в общий цветовой гамму интерьера здесь у нас косами расположен я косами система я сейчас быстренько поудаляю по закрываю не удалять я не буду по выключаю светильники которые у нас размещены оп уже о уже поменьше что еще вилы вилы сейчас я включу вилы я отключу и отключу да вот этот свет ну что вот уже более-менее видно лента орлайт у нас наклеена по периметру и подключена к системе так что я могу очень быстро либо с помощью выключателя какой-то сценарий запустить либо я могу либо я могу взять вот так вот сейчас я подойду и выбрать тот цвет который меня интересует вот так вот белого побольше белого поменьше уменьшить яркость например чтоб она была такая слегкая легкая ну легенькая такая ну вот ну и поменять вообще цвета чик 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 ну мне кажется прикольно видите даже как зеркало что это ну вполне себе нормально да ну и в полном раке изображение тоже более-менее вот так ну такое как бы компромиссное решение ну вот есть еще у нас один телевизор в санузле у которого в самом стекле сделаны специальные линии которые обеспечивают подсветку лица но его я показывать не буду его увидят те кто но может сегодня не буду может и про него что-то сниму но увидят те кто придет к нам в шоурум вот так ну что ж так ну вот на этом и практическая часть тоже заканчивается хотя стойте давайте посмотрим как сбоку вот здесь у нас мы видим вот этот технический корпус обратите внимание вот эти вот отверстия заботливо продырявленные мастерами и как раз из этих отверстий выходит звук к сожалению звук конечно будет из вот такого материала металлического из такой бочки с отверстиями будет не очень но это как бы свой типа ну как бы там родной сама лента это сделан профиль это уже делали мы мы сделали профиль накрыли его специальным рассеивателем и туда разместили RGBW ленту ну и подключили к блоку косами он там внутри спрятан получается что телевизор у нас висит на стене никаких проводов не болтается и если бы он был если бы у нас вот здесь например была какая-то мебель с правой стороны мебель и это было бы ограничение стены то тогда бы мы вот этих боковин страшненьких ну и не увидели бы никогда вот стекло здесь триплекс тяжелое крепкое ну вот это пропускная способность конечно будет немножечко страдать вот так все теперь уже точно практическая часть тоже закончена посмотрели подтвердили старую народную мудрость то лучше один раз увидеть чем сто раз услышать ну хотя некоторых можно иногда лучше и сто раз услышать чем один раз увидеть но в нашем случае конечно лучше видеть резюме вот на мой выбор вот мой взгляд если бы мне нужен телевизор шикарный роскошный в гостиную там в спальню куда-то там в мебель и я хочу не просто чтобы это там вот что-то такое время от времени смотреть а пользоваться регулярно и чтобы он служил долго надежно я выбираю конструкцию с заготовым телевизором внутри и зеркальным обрамлением снаружи то как делает телеарт ну и плюс мне этот производитель нравится я тут буду субъективным не хочу ничего плохого говорить про остальных там авил миромедия потому что ну то о чем я рассказываю это ну как бы это вот телеарт я постоянно на работу и знаю как сейчас происходят дела а вот когда а с теми с кем я уже там перестал работать я всегда оставляю шанс что что-то изменилось что-то стало лучше кто-то вот ну как-то взбодрился активизировался жизнь она такая она как бы она течет и меняется поэтому вот на данный момент мое субъективное мнение телеарт это лучший производитель по соотношению цена-качество по именно пост даже не по соотношению цена-качество именно по качеству продукции от производства от как бы составления именно дизайн проекта и до самого и уже до до эксплуатации повторюсь гарантия на сам телевизор идет от завода крупного ну матрица обычно используется самсунг самсунг то есть сами телевизор самсунг идет гарантия от самсунг все преимущества удаленной поддержки там прошивки они все сохраняются все преимущества по тому чтобы чтобы демонтировать телевизор и его там разделить на две части это на декоративную именно техническую это все составляет это все сохраняется удобно качество упаковки на высочайшем уровне я тоже вам сейчас его покажу в общем ну как бы я вот только могу хвалить хвалить и хвалить вот когда нужен знаковый шикарный телевизор я выбираю телеарт если нужен телевизор такой ну как бы на кухню на кухню телевизор чтоб там послушать чтоб без лишних без лишних денежных трат чтоб он встраивался в конкретную как вот у нас вы видели в в нишу там под стандартный там под микроволновку например или по духовой шкаф то это авил нормально звучит пусть там небольшой выбор размеров пусть там небольшой выбор выбор цветов но нормально звучит можно туда приделать приставку типа apple tv либо там ми кто что-то сам авил советует ну и будет работать то есть мы вот у нас работает и в принципе нормально то есть если претензий больших требований качество изображения и качество звука нет но чтобы там что-то играло пеликова смотрелось это вообще класс это здорово вот вот мы пользуемся очень здорово вот вот то что я могу именно сам рекомендовать то что я могу то что я могу предложить на этом я хочу сказать вам до свидания надеюсь вам понравился ролик и вот мир зеркальных дизайнерских телевизоров он стал вам немножечко ближе и понятнее всегда 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 вы можете позвонить к нам написать письмо на инфосаргаз спбру задать вопросы мы все ответим пишите вопросы в комментариях я обязательно на них отвечу может быть там не тоже мгновенно но в течение там в течение там нескольких дней обязательно отвечу можно всегда позвонить то есть проконсультируем по всем по всем вопросам на концовочку ролика посмотрите пожалуйста ну некоторые фотографии с наших объектов ну и просто фотографии которые демонстрируют как можно реализовать дизайнерские телевизоры ну просто вот примеры смотрите а я вам говорю счастливо до новых встреч субтитры 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 субтитры